Добрый день, друзья! Сегодня мы поставим резетку черновую, которая будет закрываться, стоять за панелью, то есть здесь уже никакой чистовой отделки не будет. Вывели мы три провода, как я и говорил, примерно, чтобы на шипеную руки хватало. Сейчас будем зачищать кончики. Здесь у нас земля это желтый. Предварительно выкрутим болты для фиксации резетки. Не болты, прошу прощения. Шурок для фиксации. Ну что, приступим. Здесь у нас простая резетка, то есть так она не видно. Можно так самую дешевую вставить. Но она как бы надежная тут рамка здесь. Идет вместе резетка, не покупая страны. То есть резетка. Такая. С заземлением. Сейчас мы, собственно, разожмем вот эти винты. Расслабим эти винты и будем устанавливать. Ну вот мы отпустили винты вот эти. Надо, чтобы вот такой зазор был, чтобы можно было вставить. Провода у нас медные, два с половиной сечения. Как видите, их тоже зачистил. Немножко подогнул. Так удобнее их монтировать. Вот. Что хотелось бы сказать. Так. Зачищал где-то в среднем 8-10 миллиметров. Больше не надо. Меньше тоже. Это, ну, как-то для меня, наиболее оптимальный вариант для монтажа. Ну вот, собственно, видите, мы зажали вот эти все провода. Как видите, углубили полностью до изоляции. Вот. И сейчас аккуратно складываем вот эту проводку. Подгибаем. ставим вот этот подрезетник вот на эти шурупы. Потом будем выравнивать и фиксировать их. Вот, видите, мы отрегулировали установлен этот подрезетник. Теперь в данном случае ставим коробку вот так и уже после этого монтируем окончательно резетку. То есть сейчас я просто что одной рукой неудобно, но сейчас вот так выставлю и закручу этот винт. И все, резетка уже готова. Всем хорошего дня. Подписывайтесь. Если будут вопросы, пишите. Вся эта операция занимает не более 5-6 минут. Особенно, если работать шуруповертом. Только шуруповерт вы устраиваете, чтобы где-то до 10 делений, чтобы он не попортил шурупы, винты, которые здесь закручиваются, потому что они довольно легко могут смяться. Всем хорошего дня.